добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз как понимаете опять связано с ноутбуком заказал я память ddr2 667 мегагерц 8 гигабайт 4 гигабайта на планочке связано это с тем что данный ноутбук он поддерживает всего 4 гигабайта как говорит производитель и как говорит тест аида 64 экстрема но экспериментируя с планками которые у меня уже есть то есть на моем канале эта планка крошел 800 мегагерц ddr2 по 4 гигабайта две планочки ну и две планки которые перешли с ноутбука toshiba p300 то есть это samsung тоже ddr2 800 мегагерц ноутбука сюда ну и когда я пытался поставить крошел 8 гигабайт то есть данный ноутбук не завелся то есть toshiba сателлайта 223 у мод а когда я вставил планку 2 гигабайта самсунга и 4 гигабайта крошел тоже ddr2 800 гигагерц то ноутбук завелся и показал 6 гигабайт памяти что достаточно хорошо тем более установлен здесь windows 10 pro 64 разрядной системы ну и на одном из форумов то есть я нашел что данный ноутбук фактически неофициально фактически поддерживает 8 гигабайт ddr2 667 гигагерц ну то есть он самый рассчитан под 533 667 гигагерц ddr2 но и вот были заказаны данная память виде двух планочек по 4 гигабайта но и вот пришла обычном желтом пакете ну и внутри находилась пупырка в пупырке находится непосредственно две планки ну скорее всего это не крошел то есть это уже сборка местная гонконге китае ну а используется память соответственно данного производителя потому что современный стикер то есть он синий и белый идет хоть тут и написано что 12 года но посмотрим как себя ведет памяти и вы увидите что нету серийных номеров то есть если это производитель был крошел то и имеется ввиду полностью памяти а не только чипов конкретно потому что на чипах нарисован логотип крошел то есть по сути скорее всего взят из разборов и сюда поставлен то есть ddr2 667 мегагерц то есть для данного ноутбука ну и давайте сейчас мы поставим эти планочки непосредственно ноутбук ну и также посмотрим непосредственно на характеристики что у нас изменилось покажет ли у нас данный ноутбук память 8 гигабайт хотя заявлено что не больше четырех так давайте установим эти планки памяти непосредственно ноутбук так вот я уже подготовил ну и начинаем как всегда с того что мы убираем аккумулятор так лучше еще момент нажать на кнопку power секунд 10 чтобы убралась статическая электричество ввиду того что это не процессор рекомендует так давайте настанем так ну и как видим то есть установлены планки samsung 80 мегагерц то есть предыдущего ноутбука так две планки по 2 гигабайта так ну и давайте устанавливать новую память то есть по 4 гигабайта на каждой планке и так давайте смотреть характеристики то есть мы установили память непосредственно ноутбук toshiba a223u ну и сейчас посмотрим стандартных тестах то есть как ведет себя эта память итак давайте рассмотрим новую конфигурацию компьютера так мы заменили память процессора не меняли кэш не менялся значит батеринская плата тоже но и вот память то есть поддерживает 8 гигабайт но и берет данный вид частот то есть вот наша память двух флотах та же самая как видим нету и серийного номера ничего только единственное что указано что используется память именно крошел так ну вот память определилась работает нормально в долл режиме 8 гигабайт так ну и давайте пробежимся тоже по аиде 64 экстреме по поводу памяти вот как видим суммарная информация то есть представленная память у нас выглядит следующим образом то есть 8 гигабайт так не менялся у нас здесь ничего процессор это тоже системная плата тоже ну и вот память то есть размер на данный момент так ну установлены две планки той же самой так ну и вот как видим чипсете то есть максимальный объем 4 гигабайта но настоящее время берет 8 так ну биос не менялся и это не менялась так ну и давайте быстро пробежимся по тестам все тесты мы не будем рассматривать рассматриваем только по памяти то есть вот с новой памяти мы оказались здесь данный вариант здесь и здесь так ну и вот что касается замены памяти ddr2 4 гигабайта по две планки 800 мегагерц на 4 гигабайта две планки по 667 гигагерц всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующих видео и до свидания в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok